Вот коробочку у нас, коробка у нас, очень экологически, если мы делаем, то значит, что страшно в нашем животном не случится, даже если что, Каня говорит, что у нас с коробками нет, и стараемся тут какие-то материалы не использовать, которые бы животным навредили. Так, ну что, возвращаются они в коробке, обнюхивают, коробка у нас уже порядка по всему вольеру погуляла или поездила, что же у нас в странствах постепенно превращается. Высыпали они у нас сено, обратно в голову, потом чем заниматься, да еще раз обнюхать, по запаху определить, что же это такое у нас интересное во всем вольере. Так, мясо съедено, я так понимаю, потому что больше у нас кусочков мяса из этой коробки не осталось, такая возня у нас с определенным отниманием до коробочки возникла. Смотрим, обязательно к оператору, да, он смотрит, как я снимаю. Красивый, нарядный, на всей коросине покажемся. Так, ну и в большом коробочке плавно перемещается наша Харза. Посмотрите, здесь как раз хорошая возможность, коробка ближе стоит рассмотреть, колкоточки, пальчики, колкоточки, смотрите, как коробка. То есть, в коробку там повалили, скажут, что тут за глаза, за уши, что за цвет такой невиданный, ну и пытаются в коробку взглянуть, коробка не сдаётся пока, потому что очень плотненько она, ну, запаковано. Ну, ещё раз напомню, что у Харзы есть одна интересная особенность, это очень подвижные конечности, поэтому ничего, что закрыто, из неё не может быть совсем закрыто. Всё равно она откроет, забьётся, ещё острые губы, вот, пробуем, по-моему, сегодня. Мутки у нас такие приличные, да, крупные, это хищник. Поэтому я думаю, что под напором, тем более под совместным напором, наша коробка рано или поздно издастся, тем более запах мяса, хас наш, очень сильно привлекает. Ну, вот вдвоём они сейчас пытаются, напомню, что в природе они иногда большими группами охотятся, да, объединяются для загона, крупная табачка, экстремальная билта. Почему они, да, с удачными охотниками, с не одиночками. Ну, сейчас они усилие объединили, думают, как бы там внутрь проникнуть, с какой бы такой стороны. Принцу глаза, нос понравился. Причём, как сейчас, если зубы моться там. Так, ну что, Роза тем временем, пока принц глазки отрывает нашим розочекам, и пытается открыть коробку с нужной стороны, надо сказать, правильный, скажем, по-другому раз. Так, ну вот, посмотрим, чем дело кончится у нас. Коробочку отодвигают всё подальше, да, вдруг кто-то из посидителей захочет покусить на их подарок. Так, ну что, идти, смотрим. Ну, мужская сила, да, никуда не вбивает. Так, Роза, у нас, в принципе, своим весом на коробочку дадет у нас. Дай снимать, пожалуйста. Так, ну, Роза поддаляет, всё уносят, всё в дом, всё в дом, да, вносит потихонечку по центру вольера. Роза, интересно, брендовые телефоны, посмотрим, смартфоны. Ну, давай, уже не поддаётся, я её и так, я её ещё, скажем, напаковали. Ну, вот, мордочка пролезала, да, уже запах он почувствовал. Сейчас он катает, скажите, да. Работай, взламывай. Они, по-моему, категорически не хотят, чтобы они у нас где-то появлялись. И мой айфон нравится. Прямой эфир, всё нормально, как бы, только хочешь снять, всё, начинает. Да, у нас личная проблема, то есть, вот, съёмка... Айфон, это такая модная штучка. Он же сразу проявляет именно интерес к технике. То есть, проявляет свои дела, тут же, даже если не вдали, по-соболею, там, что-то занимает, и заценикается, всё, и начинает. Иди помогай подруге. Так, ну что, вот, принц уже продавил, немножечко коробочку. О, давай её поближе. Старается, устал парень. Ну, вот, как в природе, да, прежде, чем кого-то, чего-то смеет, можно сначала очень сильно постараться. Потому что наша Харза тоже сегодня приложит немало усилий, к тому, чтобы коробочку открыть, да, уходится, да, уходится. Да, уходится. Так, ну что, смотрим. Роза там у нас маленькая, коробочка открылась. Принц у нас во всей крае с ним. Сидия показывает, ну что, смотрим. Откроет, не откроет, да, болеет. Давай, а что, что-то провалится, походу. Открыл, можно сказать, и поволок. Всё, коробка поддалась. Отверстие уже у нас проделано достаточно большое. Осталось только дело за малым, да, достаточное содержимое. Принц, что-то у нас отвлёкся, дырочку сделал. Всё с той стороны. Сейчас, надеюсь, что у нас Роза обнаружила входное отверстие, да, всё-таки. А, что тут творится? Не могут так идти. Ну что, сейчас дождёмся, да, когда у нас лакомый кусочек, всё-таки появится. Посмотрите, какие-то у них подвижные пальчики, какие-то огромные полки. Они с которым жить будут. по-принципу. И консервного ножа, да, многофункциональное такое устройство. Ну, принц решил покрасоваться, что ж тут такого. Так. Ну что, открываю, да, не удалось всё-таки коробочку. Смотрим. Так. Так. Посмотрим. Откроют, не откроют. А нету коробочку? Давайте пока немножко рассмотрим, откуда они у нас каевы. А нет? О, да, да, да. Дело в том, что у нас такая довольно интересная пара у сирийских хардз. То есть, принц это внук той хардз, которая была у нас когда-то в зоопарке. У нас была репродуктивная пара, звали их Марица и Марик. К сожалению, они в преклонном возрасте скончались по крупным причинам. Ну, вот к нам приехала Роза. У нас из Новосибирского зоопарка. Ей 4 года. Ух ты! Принц у нас приехал из Фермского зоопарка. Ему на данный момент 2 года. Хотя выглядит он значительно крупнее Розы. В принципе, по характерам они тоже очень разные. Потому что принц, как видите, он более контактный. Он всегда идет. Он идет к посетителям, к сотрудникам. Ему всегда интересно пообщаться с человеком. Если кто-то с ним разговаривает, то он прям до вечера уже стоит общаться. Роза, она как бы такая более недоверчивая и более... Ну, она как любая дама, с подковыркой такая, да, немножко. Если принц, он простодушный, ну вот он есть, то Роза, она такая себе на уме. А сколько у них продолжительность жизни? В дикой природе и в зоопарках. В дикой природе или в зоопарках? В зоопарках они значительно дольше живут. В дикой природе они, к сожалению, живут меньше, иногда меньше раз в два. Потому что, несмотря на то, что, естественно, хищников у них не так много, все-таки идет сокращение кормовой базы, идет вырубка лесов, где они обитают. Это серьезно влияет на какие их чистят. Несмотря на то, что они хруркие, как бы у нас, они не всегда, он уже ассоциируется с охотниками. Охотникам что-то не вводят, там бывают шкурки, все на ладо. На самом деле, харсы для протоньеров, для охотников практически никакой ценности не представляют. И это очень хорошо. Потому что у них шкурка, скажем так, в кавычках очень плохого качества. То есть, если, допустим, те же самые выдры из них, все садятся в шапку, все остальное, то харсы шкурка облазит практически сразу. То есть, она ни на что вообще не говорит. Это их спасает. Это их спасает, это очень здорово на самом деле. Да, чтобы это красиво выручить. Но человек все равно косвенно умудряется влиять так или иначе на ее части. Усами, хвостами, лапами. Ой, умора. Ладно, наверное, повеселяюсь. Ну что, уважаемые посетители, мы потихонечку завершаем наш репортаж. Я хочу сказать, что за всеми новостями, за показательными кораблениями и за прочими интересными мероприятиями на территории проходящих нашего зоопарка вновь можете свое время наследить, посещая сайт нашего челябинского зоопарка челзоу.ру или в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Хорошо? Смотрите, потому что мероприятий у нас сейчас очень-очень много будет разнопланов. Несмотря на ограничительные мероприятия, тем не менее, у мероприятий на свежем воздухе и какие-то мероприятия на свежем воздухе у нас проводятся тут. Они едят кусочки мяса. Принс, вот тут перед вами во всей красе, да, у нас себя демонстрирует Натомный принц, еще раз напомню. Ну а роза по-свойски, да, у нас по-женски, хозяйской рукой, да, ну как же это все можно сказать. Ну куда там мясо спрятали? Многие спрашивают, куда потом деваются короткие сотрудники потихонечку их потом убирают. Все содержимое остается в желудках наших питомцев, ну и сено, конечно, останется в вольере и обогатит существенную среду их питания, поскольку будет еще и встречать долгое время зоопарки, да, интересно, привлекающие к нему. Так, ну что еще раз напомню, что мы вас приглашаем для ближайших мероприятий, которые можно увидеть на нашем сайте Челябинского зоопарка. Вот они уже вывешены у нас, некоторые мероприятия. Можно пронансировать завтрашние мероприятия? Я думаю, да. Завтра у нас в 13.00 будет очень интересная лекция про насекомых. Дело в том, что у нас, кто знает, есть традиционное мероприятие, называется... Парень! Обычно приносим к ящериц, змей и предлагаем прикоснуться к этим животным, поскольку у многих они вызывают паническое чувство страха. Парень! А завтра у нас будет 13.00 лекция с трогательным таким элементом. Когда можно будет насекомым взять на руки, у нас будут раздавлены с тараканами, у нас будут раздавлены бронзовки и пизиски, жуки за фуноса, очень интересные, разные виды палочников. И ребятам еще предлагается потом посмотреть, с помощью инвестиционных приборов на разнообразных насекомых и будет еще коллекция насекомых. Только единственное, все эти мероприятия, поскольку сейчас мы большого количества людей собирать не можем, будут осуществляться по предварительной записи.